Шалом, шалом! Сегодня мы будем заниматься очень важными броход-благословлениями. Они не очень частые, они реже, чем остальные броход, но они очень важные, я бы даже сказал, решающие. Почему они решающие? Они, эти броходы, они как бы решают и определяют, на каком уровне мы будем с вами жить. Я объясню. Представим себе, что пришел долгожданный отпуск, можно поехать на море, скопили деньги, наверное, работали, купили новую машину, поехали на море, по дороге купили вишню, приехали, есть с собой удочки или сети, можно порвачить, ощущение прекрасное. Запах моря, шум моря, красота. Жизнь удалась. Теперь мы можем все это ощущение поднять на еще более высокий уровень. Что имеется в виду? У нас в жизни часто есть такие ситуации, когда мы как бы чем-то восторгаемся или нас что-то удивляет. То есть необычные моменты. Допустим, мы сидим на берегу моря и рыбачим, и вдруг нам попался вместо рыбки, нам в сети залез конек, этот, как называется, морской конек. Морской конек. А он очень интересный, создание очень необычное. У меня была ситуация, я вам объясню ситуацию, расскажу ситуацию, когда у меня тоже была такая. Я был на берегу океана, там еще больше есть интересных созданий. Как-то я поехал в Шотландию, на север Шотландии. Приехал, расположился недалеко от берега моря и вышел погулять на набережной, отдохнуть после длительного переезда. Сижу вокруг горы, там был такой залив, залив океанский, тихий залив, вообще нет волн. Это океан, а нет волн, залив. Но конца не видно этого залива, огромный. Сижу, отдыхаю, уже было ближе к вечеру, все хорошо. И вдруг я слышу какое-то фырканье около меня из воды, кто-то как будто фыркает. Я даже не понял, смотрю и никого не вижу. А я звук какой-то есть странный, посмотрелся, и меня даже это как-то передергнуло. Смотрю, но у меня смотрят из воды два огромные черные глаза. Прямо на меня вот и уставились. Я даже не понял, кто это или что это. У меня даже не было никаких догадок, что это может быть. Я как бы сижу не двигаюсь, не знаю, что делать. А это что-то, кто-то, оно ко мне приближается и вылезает из воды. И дальше появляются огромные усы, огромные-огромные усы. Я все еще не понимаю, это что вообще, рыба, или это не рыба, или это человек, или может водолаз. Мне кажется, потому что это сначала водолаз, я так подумал. На водолазы не похожи, может такие водолазы шотландские. Ну, был я, ну, как в начале к роде. И вылезает он, и все идет на меня. И причем довольный, довольный, очень настроен, очень дружески, оптимистично. Вылезет еще дальше, и тут я понял, кто это был. Морской котик. Морской котик, который так вот неуклюже, с трудом передвигается по суше. Это он и был. Какая-нибудь история. Что я рассказываю? Что в таких ситуациях нестандартных, оказывается, можно сказать, бароход. Оказывается, что мы купили новую машину. И мы купили вишню, новый урожай вишни. И мы в этом году еще не ели. И мы приехали на море, или на океан, или даже на реку. На все это есть бароход. На все есть бароход. Теперь эти бароход, их постановили мудрецы, потому что они понимали, что человеку необходимо свои чувства как-то выражать. Допустим, мы сказали, что мы ехали на море, нас переполняет чувства. Мы начинаем посылать всем судорожные фотографии, всю миру. Все-все посылаем. И получаем иногда в ответ. Другим это очень интересно. Нас почувствуют выплескиваются. Как хорошо. Мы хотим всем этим поделиться. Как это выразить? Так вот. Есть бароход. Специально для этого. Есть бароход. Эти бароход созданы для того, чтобы мы не шли по жизни рутинно. Все одно и то же. Рутинно, рутинно, рутинно. Необходимо как-то какой-то восторг. Чтобы этот восторг он себя выразил. Тогда мы почувствуем ближе к Творцу. Теперь. Есть много таких бароходов. Я упомянул там некоторые. Допустим, мы сидим на море, и вдруг гроза сильная пошла. Может только быть. Молнию, гром. Снова бароход. Радуга. Бараха. На все есть бараха. На все это есть бараха. Теперь. Если такая ситуация, как я ее описал, что мы очень радостны, мы говорим бароход, мы тогда чувствуем еще что-то дополнительное, потому что иначе душе как бы что-то не хватает. Все хорошо, душе что-то не хватает. Мы тогда это выражаем в барахе. Это хорошо. И тогда наш уровень жизни поднимается. То, что я сказал сначала. Это называется как бы, называется эвдель шамань варец. Есть такое выражение на еврите. Эвдель шамань варец. Это как разница между небой, между... Эвдель шамань варец. Разница как между небесами и землей. Эвдель разница. Эвдель шамань варец. Эвдель шамань варец. Что имеется в виду? Опять-таки, купили машину новую. Супер. Здорово. Есть чем теперь заняться. Но эта машина через несколько лет, она уже превратится как-то в железо, которое на колесах передвигается, потом ее вообще не станет. То есть это как бы временно такое явление. Если мы скажем бараху, время покупки машины, тогда эта бараха, она остается на века. Это уже шамань. Это огромная разница. Просто купить машину и радоваться ей, это здорово. Но сказать бараху на новую машину или новую квартиру, или новую одежду, это совсем другое. Это мы вдруг наш ум поднимаем на небеса. И там это остается. Там это остается лянецах навсегда. Это бараха, это благодарность, она поможет и детям нашим купить и машины, и квартиры, и все, и все, и все. Почему? Потому что Ашем этого и хочет. Все эти машины и квартиры только для того, на самом деле, что мы говорили барахот. Все это сделано не для того, чтобы мы говорили барахот. Потому что между нами, говоря, если так подумать, сухим аэлитичным мозгом, ну, сел в машину, коробка железная, поехал, помочился, весь испачкался в песке, подумаешь, удовольствие, потом вернулся, уставший, ничего хорошего. Ну мы этому рады, баруха, что мы этому рады. Потому что мы так устроены, мы этому рады, нужно это благодарить. Это вот сегодняшняя тема наших барахот. Итак, ситуация радужная, я ее описал, радужная ситуация. Кстати, радужная, это нацовая радуга, да, из барахана радугу мы сказали. Купили машину и вишню, съездили на море и покормили морских котиков, и все хорошо. Но иногда ситуация бывает другой, плачевной. Все то же самое, но человеку совершенно это неинтересно. Такое бывает. Мы таких знаем людей, мы такие, сами иногда бываем, как бы ничего интересного. Депрессия, более глубокая депрессия, более глубокая депрессия. Но здесь такое состояние, что человеку ничего неинтересно. Как бы идем по этому миру, как бы еще день, еще день, утром не хочет вставать. Такое бывает. Ну, нет сил, нет интересов, все уже надоело, все уже видели, уже ничем не удивишь. Ну, подумаешь, котик морской. Кстати, сказали хахамим, мудрецы постановили, напиться, что можно сказать бараху на странных животных. Почему я говорю про котика морского? Это животное какого-то странное, необычное. Мы видели в цирке, мы к нему привыкли, но это животное необычное. Так сказали мудрецы, что бараха есть бараха, особенно на обезьян и на слонов. Потому что эти создания необычные. Мы, опять-таки, нам-то кажется, ну, что подумаешь, ну, слон. Нет, слон, у него такой огромный хобот, а такие уши огромные, он огромный слон. Все очень большие слоны. Это необычное, это уже обезьяна, это создание, которое ноги как руки, еще много других интересных вещей у нее есть, она похожа на человека и так далее. Это создание, это не как все животные, они необычные. Это из бараха мишане обрьет. И до этого дойдем, когда будем все бараха разбирать. Так вот, иногда людям все эти бараха, как бы, и все эти создания неинтересны. Увидел павлина, открыл квоз, ну, подумаешь, павлин, открыл квоз, я видел уже такого по телевизору, ничего неинтересно, потому что все уже, всего насмотрелись, все увидели. Человек теряет интерес к жизни. И к еде, и к питью. Да, люди, мужчины теряются уже интерес к женщинам, это уже все насмотрелись, уже как бы все передается в картинках, как бы уже от реальности происходит отдаление. То есть мы отдаляемся от настоящей жизни, от реальной жизни, от правды, и живем в каких-то таких картиночных иллюзиях, и тогда сама жизнь настоящая, она теряет вкус. Это еще одна причина, по которой сделали эти бараха. То есть мудрецы, они очень четко понимали природу человека, благодаря Торе. Они понимали, что человеку необходимо вслух выражать хорошие, необычные, счастливые моменты в своей жизни, и тогда этого будет поддерживать и подпитывать, и давать его душе больше удовольствия. Когда мы это говорим, мы говорим, да, душа на самом деле, она, ей от этого становится хорошо. Даже если человеку, допустим, не очень интересно покушать с этого урожая новую грушу, ему это неинтересно. Он говорит, ну, ну, сказал я бараху на грушу на новую с этого урожая, да, шейхьяну, и тогда это хорошо влияет на человека, он доходит до мозга. А, на самом деле, надо же, вот я дожил, достоился съесть такую грушу, да, надо же, это неспроста, барухашем, да, барухашем вкусная груша, вишни и так далее, и овощи, да, и арбузы, и дыни, всего много чего есть, только надо не забывать говорить барахот, в данном случае шейхьяну, и так далее. Так вот, когда человеку ничего не интересно, то тогда тоже эти барахот, они призваны как бы нас, чтобы вытащить из этой, из рутины, как бы дать такое вплеск чувства, чтобы человеку повысок этот интерес в жизни, чтобы он обращал внимание на то, что происходит, да, в этом цель, обратить внимание, обращать внимание, да, мы как бы, опять-таки, мы как бы, мы полностью увлечены разными компьютерами, разными картинками, да, мы как бы все попались в сети ватсап, ватсапну, ватсапну, да, если такое, ватсапну, он всех зацапал, зацапал, все в сетях, все находятся в сетях, да, трудно очень вырваться из их сетей, и реальным, здоровым взглядом посмотреть на жизнь и на ее прелести. Так давайте же говорить бароход, чтобы почувствовать немножко больше вкус от нашей жизни. Есть много-много бароход, все мы не сможем, не успеем пройти. Ну, малую часть мы коснемся. Даташем, они все написаны на самом деле в Сидуре, да, сразу после молитвы Шахарит, там есть потом Беркат Амазон, потом есть бароход. Давайте только возьмем Сидур, можно Сидур, я забыл взять Сидур. Или у меня в сумке есть, или тут, да, я извиняюсь. Итак, если вы не видели, а, ну, я плохо знаю иврит, надо по-русски. Если есть, или у меня в сумке есть. Если мы не видели море 30 дней, о, Берусид, 30 дней не видели море, то есть 30 дней с плюсом, да, имеется в виду. Если 30 дней не видели, то 30 дней и больше. Больше 30 дней, скажем так. Если больше 30 дней мы не видели море, или океан, есть и бараха. Теперь, опять-таки, есть много вопросов, какое море, да, сейчас дойдем. Но правило такое, что не то, что мы каждый день я вижу море, я говорю, бараху, нет. Раз, то есть 30, после 30 дней. Но, если это речь идет о гроза, молнии, да, тогда, тогда каждый день, ну, раз в день. Только, если, опять-таки, допустим, утром была гроза, потом все распогодилось, солнышко, и все хорошо. И потом вдруг снова, вторая гроза в день, тогда, может, даже две барахи. Ну, обычно никакого не бывает. Обычно, как бы, такая погода дневная, такая пасунная, гроза, играется один раз в день, эти, 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 эти барахот. Хорошо, давайте перейдем к тексту, тексту барахот, и посмотрим, о чем же идет речь. Какие же барахот мы имеем в виду? Итак, начнем с барахи на молнию. Да, сначала мы видим молнию, потом мы видим, потом мы слышим гром. Если мы увидели молнию, но нужно ее увидеть, вот, прямо саму молнию, не, как бы, между облаков, как вспыхивают облака, а вот именно саму молнию, как она, вот, этот вот, зигзаг молнии. Давайте, вот, по-моему, картинка, конечно, картинки. Есть картинка, фотография молнии, чтобы понять, да, вот, вот, что-то типа этого, ну, как бы, да, это, конечно, очень сильная молния. Вот, ну, надо видеть саму молнию. И тогда есть бараха. Сразу после, ну, как мы увидели молнию, тох-кеде-ди-бур называется. Надо, чтобы не прошло много времени после этого, мы ее видели, надо сразу стараться говорить. Мы говорим, осе-берешит. Это важная бараха, она говорится на еще серию, на еще ряд случаев. Осе-масе-берешит. Заметим, что написано осе в настоящем времени. Делает. Делающий. Осе. Мы, наверное, тоже говорили, что Ашем, он постоянно подпитывает этот мир. Он постоянно, как бы, делает Масе-берешит. Масе-берешит. Масе-берешит, это как в Майсе, то, что было сделано 6 дней, был создан мир. Это постоянно поддерживается. Тут мы видим, как бы, яркое выражение этому, да, вдруг мы видим молнию, что такое необычное, да, там, облака, как бы, тока, что такое, это, как бы, это часть от Масе-берешит. И мы говорим бараху на молнию. Осе-масе-берешит. Есть мнение, что такая же бараха тоже идет и на гром, но на гром есть другая бараха, более такая сильная. Давайте посмотрим вторую бараху на гром, если мы слышим гром. Беруха-беруха-беруха-беруха. Что-коах, сила его, ко-хо. Коах-это сила, ко-хо-это его сила. О в конце показывает на него. Ко-хо, ко-хо. У-гвура-то. Гвура-это женский, слово женского рода. Гебор-это такой, кто-то такой, как и герой, сильный такой, да. Гвура женского рода. Гвура оканчивается на-эй. Поэтому мы не можем сказать гву-ро. Мы добавляем окончание то. Всегда, когда у нас есть слово, женское рода, которое оканчивается на-эй в конце, то тогда мы скажем в конце то. Гвура-то. То есть это гвура-шило. Гвура-то. Паруха-шем, шех, ко-хо. У-гвура-то. Мале-у-лям. Мале. Мале-это пол, то есть он наполняет улям, мир. Мы слышим гром. Слышим гром. Там прямо как будто на весь мир, это очень сильно, да. Вархах поиме подходит на понятия коах и гвура. Куха, кухо-гвура-то. Мале-у-лям. Тут написан перевод на русский. Да, Вархах-шем, царь вселенный. Чей силой и могуществом полон мир. Кухо-гвура-то. Мале-у-лям. Теперь такую же бараху Усэм Маасабиришит Можно сказать Так же на Метеорит. Вот эти вот Вот видите, как на картинке. Иногда мы видим в небе Как бы как падающая такая звезда, За ней Такой белый как бы хвост, да. Как бы так вот. Вот. На это тоже можно сказать бараху Усэ Маасабиришит Что значит можно? Нужно сказать бараху Баруха Таашем Элокен Мелухолям Усэ Маасабиришит На этой картинке Так же видно немножко горы Там где-то вдали кажется И что-то река, озеро, реки Дело в том, что По идее Эту бараху можно говорить На разные вот такие вот Красивые Природные Видения То, что мы видим То, что есть в мире Допустим, огромная гора какая-то Должна быть на самом деле Большая гора Какая-то Необычная гора Или даже вот река Ну, эта река должна быть Река настоящая А не такая, что Вырыли канал И пустили руку Реку в этот канал Или что-то там Поставили Плотину и так далее То есть это Эта река такая вот Которая была Мы знаем, что она Старая-старая-старая Она была давно-давно-давно Как бы Усэм Асабиришит Да Что она как бы Является частью От того, что Ашем сделал А не то, что потом люди Сами там вырыли Перерыли И так далее Ну, а вот Такие большие Большие реки Обычно они Оригинальные То есть обычно Они настоящие реки Поэтому, когда мы видим Большую реку Тоже можно сказать Усэм Асабиришит Или И море По поводу моря Давайте посмотрим На следующий слайд Там кажется Нас ожидает море Если я не ошибаюсь На следующем Да, точно море Вот Так давайте скажем Что это не море А океан Потому что океан Он точно Называется Аяма Гадуль То, как написано Это точно Яма Гадуль Просто мы не знаем Что такое Яма Гадуль Что я имею в виду Но океан Это точно Яма Гадуль Большое море И на него точно Он говорит Браху Баруха Таашем Элокену Мелеха Улям Ша Аса Это Яма Гадуль Видите интересно Во-первых Написано Аса А не Бара Или Ацар В них написано Это Яма Гадуль А мы учили Что это Яма Что-то конкретное Как будто Есть одно море Да Баруха Шем Баруха Таашем Что ты сделал Вот это Большое море Как будто Какое-то конкретное Одно море И на самом деле Моря-то Они соединяются Океаны точнее Моря не все Но вот океаны Они между собой Все соединяются И поэтому Очень правильная Баруха Это Яма Гадуль Это большое 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 Море Мы их делим Там на разные Океаны Но они все Соединены Это все Одно Большое море Теперь вопрос Возникает Допустим Вот море Там Средиземное Как оно считается Если оно Соединено С Большим Океаном Тогда может быть На него Баруха тоже Это подходит Если нет Как бы Отдельно Существует Это Тогда море Средиземное Например Оно не Аяма Гадуль А это что-то другое Какой-то Заливчик Да Тогда будет Браха Осема Берешит Как человек Говорит Каждый Пусть посоветов С своим Равинам Какую Браху Говорить На море Когда вы Будете На море В Израиле Или В других Местах И написано Сверху Только зачитаем Чтобы получше Наши Закрепить Аруэ Это Яма Гадуль Ме Варех Аруэ Это Яма Гадуль Ме Варех Аруэ То есть Тот кто видит Это Яма Гадуль Ме Варех Он должен сказать Вот Такое вот Благословление Есть Другой вариант Не Ши Аса А Усе Опять-таки В Настоящем Времени Тот самая причина Что Ашем Он постоянно Создает И оживляет Мир И в том числе Море Поэтому Некоторые говорят Осе В Настоящем Времени Яма Гадуль Либо Ши Аса Яма Гадуль Вот И теперь Мы еще говорили Там кажется Про Вишню И так далее Какие же Еще есть Бархот У нас Давайте посмотрим А Значит Перед Вишней Там же Был морской котик Я совсем про него забыл И еще был конек Морской И обезьяны И слоны Поэтому Из-за них тоже Бараха Баруха Таше Милокен Мелеха Олям Мешане Абриот Мешане Слово Лешанот Как бы Изменять Абриот Это создание Брия Левро Это создавать Бриот Это создание И Мешане Из такое слово Тоже Мешуне Как пассивный залог Мешуне Это кто-то такой Странный Ну Как бы Мы говорим Измененный Лешнот Но на самом деле Это Так же Имеет ввиду Странный Мешане Да Вот это Лешанот А Мешуне Это странный Мешане Обрет Такая же Бараха Можно сказать На человека На странного Ну что ли Странный Человек Мы все Странные Немножко Имеется Очень странный Ну Там Очень низкий Написано В Талмуде Что Чернокожие Тоже странные Хотя В наше время Для нас Это не странно Поэтому Бараху Мы не скажем И даже Если будем Говорить Барахуна Лилипута Ни в коем случае Я что бы этого услышал Он же может обидеться Само собой Разумеется А животные Тоже На самом деле Если мы уже привыкли К животным К этим Взяна Для нас Это не диковинка Нас Это не удивляет Допустим Там же После этого Морского котика Я видел еще одно Странное Животное Такой Какой-то Баран У него было Четыре Рога Вот Такие Большие Местные Всех Двух Все Два Рога А у него Большие Такие Четыре Рога Это Очень Странно Это Очень Необычно Четыре Рога Не знаю Может Старые Не упали Но выросли Не знаю Как В чем Причина Но Четырех Роговый Такой Баран Вот Но Дело В том Что Тут Есть Разница Если Странное Животное Оно Таким Родилось То Это Бараха Мишаная Брьет Его Ашем Так Сделал Он Немножко Изменил Странное Мы увидим Чего-то Кого-то Мы видим К чему Мы не привыкли Мы этого Не видели Белый Медведь Бум Мы не знаем Что такое Существует Или Красный Медведь Не знаю Тогда Мы скажем Это Бараху Но Обычно Бараху Не говорят Почему Потому что Опять Считается Что По большому Счету Ничего Это Странное Это Никого Не Интересует И Поэтому Эти Бараху Почти Не Говорятся Если Есть Сомнение Сказать Тогда Есть Совет Сказать Эту Бараху Без Шем Ашем То есть Просто Барух Мешане Обрвет Без Имени Ашем Сейчас Мы до этого Дойдем Вот И по поводу Барана Четырьмя Рогами Если Это Создание Таким Родилось Мешане Обрвет А Если Потом У него Какой-то Появился Изъян В теле И он Стал Странным Это Другая Бараха Совершенно Потому что Его Это Другая Бараха Ну Мы Не будем Касаться Всего Только Скажу Что Бараха Мешане Обрвет И касается Только Того Кто Так 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 Он Так Он Так По Природе Так Про Что Мы Говорили Мы Говорили Про Мешане Обрвет Окей Давайте Посмотрим Дальше Во Это Очень Важная Бараха На Новые Плоды Этого Года Этого Урожая На Одежду На Машину Можно Сказать На Квартиру Вот Все Что Нас Как Б Радует Вот Эта Бараха Называется Шейх Яну Вкратце Называли Шейх Яну И Она Звучит Так Баруха Та Шем Элю Кей Нум Мелиха О Лям Шейх Яну Век Кей Яну Век Яну Ля Зман А Зе Шейх Яну Это Глагол Век Кей Яну Это Глагол Век Яну Это Глагол Глагол И Какой Форме Какой Смысл Шейх Яну Попробую Сделать Инфинитив Получится Ля Ахьот Наверное Так Ля Ахьот Так Кажется Ля Ахьот То есть Оживлять Давать Давать Жизнь Шейх Яну Шейх Яну В конце Ну То есть Мы говорим Барух Ашем Барух Ата Ашем Шейх Яну Что Ты нам Дал Жизнь Ты Как бы Даешь нам Жизнь Шейх Яну Поддерживала Нас Жизнь Век Яну Лек Каем Век Яну Нас Поддерживало Слово Киюм Существование Давало Нам Существовать Век Яну Тут Тоже Важно Не ошибиться Многие Знают Слово Ля Ге Да Ну Мы приехали Игану Да Ля Ге 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 Мы приехали Дабух Хашем Что Мы приехали Нет Это Не Игану Это Не Мы Достигли Своей Цели Нет Это Ге 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 Это Другой Логол Это Трудная Форма То есть Это Меньше Что Даже Как Русский Петербург Что Ашем Он Иге Он Нас Как Доставил Привел Вот До Этого Момента Это Браха Наверное В этот Момент Когда Мы Держим В руке Новый Плод На Сам Дель Написано Опять Так В Мы Сразу Все Хочем Покушать Обычно Мы Сразу Хочем Покушать Обычно Мы Браху Шейхьян Когда Мы Кушаем В руку Сначала Браху На овощи Потом Говорим Шейхьян Или Когда Покупаем Одежду Костюм Женщина Новое Платье Тоже Шейхьяну Шейхьяну Вики Ману Вегияну Лазман Азе Азман Азе Это Как я сказал Этот момент Зман Азе Лазман Азе Да И то Что написано Хазе То Тоже Будет Лазман Не Лезман А Лазман Потому Что Это Хазман Азе Азе Это Как бы Выполняет Роль Как бы Прилагательного Как бы Зман Отвщущенное То есть Азе Это Прикрепляется К слову Зман И Всегда Прилагательно Будет иметь Такое же Начало Гейхьян Как и В самом Слове Главном Поэтому Азман Азе И Добавляем Ламет Получается Ля А Звук А под Ламет Это Вместо Буквы Гей Лазман Азе Еще раз Скажем Важную Бараху Которую Мы говорим И Праздники Праздники При зажигании Свечей Накид уши Эти Бараха Она часто Употребляется Или Допустим Человек Увидел Друга Своего Которого Не видел Уже Тридцать Дней Больше Тридцати Дней Точнее Тридцать Рад Тридцать Бараха Тридцать 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 Человек Человек Сможет Бараху Человек 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 Сможет Сомневается А Бараху Сменить Машем Это не так Просто Это Лишний бракху мы не можем говорить. Мы опасаемся барахили батала, бархали батала. Поэтому часто эти бракху не говорятся. Человек может купить новую машину, даже машин имеется ввиду, что купил машину новую для него, он может купить его подержанную. Машина подержанная, ей уже 10 лет, не важно, для него она новая. Он не рад этой машине, он скажет бракху. Даже человек купил новую машину, и что там все в целлофане, все равно эту бракху часто не говорят. Ну потому что, ну подумаешь, машина, да, неужели это радость жизни и так далее. Эти бракху как бы забываются, не говорятся. Вот. Когда человек сомневается сказать или не сказать, то можно сказать так, как я сказал, Борух, давайте посмотрим следующую картинку, вот здесь видно хорошо. Допустим так вот, Борух и опускается. Ата, Ашем, Элюкен, Эмель, Холям. Имя Творца мы не говорим. То, что мы сомневаемся, может эта бракха, она сейчас неуместна, она не подходит к ситуации, что у меня было в барахале батала, мы это не говорим. Просто говорим, Борух, Шейхьяну, Викиману, Вегияну, Лазма, Назе. Теперь это касается всех бракхов, то, что мы говорили, не только то, что мы говорили. Вообще этот совет, он очень часто используется. Часто, часто, часто. Когда мы не уверены, нужна ли бараха, мы скажем бараха без Шем Ашем. Тогда что? Тогда барахале батала мы не говорим. С другой стороны, мы что-то сказали, уже хорошо, поблагодарили. Это типа Борух Ашем, еще больше, чем Борух Ашем, это конкретное Борух Ашем, но что-то конкретное. Поэтому говорится, Борух Шейхьяну, Викииману, Вегияну, Лазман, Назе. Часто есть такая ситуация, что стреляются два друга. Часто ты не помнишь точно, когда ты видел его месяц назад, лет 29 дней назад, пока вспомнишь, а ему уже надо же с ним поздороваться, улыбнуться и так далее. И сейчас Борух Шейхьяну. Имеется в виду, что сейчас бараха нету, не говорю, потому что я не уверен, если она подходит. А Борух Шейхьяну говорят, это такой вариант беспроигрышный. Хороший совет. Давайте еще взглянем, что есть еще, какие ситуации в жизни нас могут порадовать. Что есть еще? Это Шейхьяну было. О, вот она машина. Видите, купили новую машину. Но что? Боруха написано другая. Боруха Таашем Элюкену Мелехаулям Атов Вамейтиф. Атов Вамейтиф. Боруха другая. Причем Боруха другая? Дело в том, что если мы купили что-то, мы купили машину, и она радует не только нас, она радует и всю нашу семью, и жену, и детей, и они пользуются этой машиной. Даже если уже нет прав, она все равно будет рядышком ездить в ней, дети будут ездить в ней. То есть это машина для всей семьи. Это машина не только для меня. Поэтому я говорю Боруху не только за себя, Борух Шейхьяну, Векейман. Я говорю Боруху такую общую, называется Атов Вамейтиф. Эта Боруха, она как бы включает себя, тоже Шейхьяну, только эта Боруха, она распространяет еще тоже на других. Вот такое правило. Если не только я получаю удовольствие от чего-то нового, то, что я купил, а также и моя семья, тогда мы говорим Боруха Атов Вамейтиф. На самом деле была ситуация, я помню, когда мы купили машину, искал Боруху, то, что машина для всех. Значит, Боруха Атов Вамейтиф. И само собой, если мы не уверены, можно сказать Боруха Атов Вамейтиф, Боруха Атов Вамейтиф. Что такое Атов Вамейтиф? Атов хороший, Боруха Ашим, ты такой хороший, ты послал мне новый дом, Боруха Ашим. Ата Мейтиф, ты делаешь добро, Леатив, ты сам себе по-хорошей. Мало что ты хороший, ты хочешь нам делать добро, это в этом барха, ты нам делаешь барху, нам делаешь хорошо. Атов Вамейтиф. Посмотрите, перевод на русский более такой, как сказать, правильный, может быть, в любом седуре будет перевод этой бархи. Ну, мы говорим, наверите Атов Вамейтиф. Ну, вот такие вот бархот, это еще не все бархот, ну, это то, что мы как бы выбрали для этого занятия, более такие бархот как бы распространенные, на необычные, радостные случаи жизни, чтобы вы смогли выразить свою радость, и, с другой стороны, чтобы не грустить, а заметить прелести этого мира. Есть еще барха интересная, я вижу тут на картике, на следующей есть барха, давайте посмотрим на нее. Эта барха такая, Борух, я сразу написал ее без Ашим Ашим, потому что эту барху вообще очень трудно сказать как-то-либо, потому что эта барха на каких-то таких умных очень людей, там, ученых, я не знаю, вот, а пойди узнаю, он умный или он не совсем умный, то есть, может, умнее, вот как бы, спорный вопрос. Может, он в этой области умный, в другой области, он вообще не имеет, не имеет, там, не знаю, в шашки играть, не знаю. Барха такая, Борух, Шинатан, Мехохмато, Лебасарвадам. Есть такая барха. Эта барха, она, опять-таки, она на всех людей, не только для евреев, она давка больше на неевреев, потому что на евреях, по идее, есть барха другая, что теперь, который учит Тор, и он большой по Тор, и у него другая барха. То есть, барха на царей, а это просто человек, который, как бы, он не еврей, но что, он выдающийся ученый. Он выдающийся ученый, все его признают, и на самом деле, там, гений, какой-то такой гений, да. Вот есть барха, она гения. Опять-таки, я не верю, что мы, когда-либо скажем на бараху, потом даже написал ее, без Ашем Ашем. Просто, чтобы знать, что она существует, и что есть такая форма, без Ашем Ашем. Вот эта мудрость, да, он наделил ею нас, конкретно его, вот этого гения. А он кто, он гений? Он Басар Вадам. Басар Вадам, дословно, Басар, как бы, плоть, мясо, и Вадам, и кровь. Басар Вадам. Да, тот, кто наши уроки предыдущие помнит, еще с прошлых лет, написано Басар Вадам. Не Басар Вадам. По идее, ведь В надо говорить, да, В это И. Тут не Басар Вадам, тут Басар Вадам. Тут, что как бы, идет вместе. Басар Вадам. Басар Вадам. Басар Вадам, который дал, имея хохмато, от мудрости его, Басар Вадам. То есть, он вновь плоть, да, он в человек, в человеку, да, как бы, вселил такую мудрость, которая стала просто делать какие-то изобретения незаурядные. И... Ну, есть еще буквально вот две брахи, которые мы упомянем, тоже они важны. И теперь они говорят о других случаях. Очень часто нас с нами происходят какие-то чудеса, когда мы находимся в ситуации, очень опасной для жизни, опасной ситуации. И мы чувствуем, что вот как будто нас, прямо ангел спасся из этой ситуации. Там упали, кто-то упал с очень высокого этажа, встал, тряхнулся и пошел дальше. Ну, это что-то израдованно выходящее, да, явно что-то необычное. То есть, это не просто так, это не случай. Просто кто-то пришел, ангел, его поддержал, поймал и просто сохранил ему жизнь. Много ситуаций, да, или человек, когда чувствовал, что он почти уже оттанул, вдруг там какая-то большая рыба, хоп, его взял и выкинул на берег. Прямо сказка, но столько сказки-то бывает. Вот разные такие ситуации, да, что видно, что просто Ашем взял, как будто своей рукой, да, нас вытащил из смертельной опасности. Там, ну, много ситуаций. Вот есть бараха. Называется Бирката Гумель. Я думаю, многие ее знают. Бирката Гумель. Боруха Таошем, Элокенами Элеха Улам. Хагумель лихаявим тувот, шегмалани кольтов. Хагумель лихаявим тувот, шегмалани кольтов. Ну, сразу скажу по-русски, как это перевод на русский. Творящий добро грешным, да, и шегмалани кольтов, что ты воздал мне добро. Теперь разберем. Боруха Таошем, Элокенами Элеха Улам, Хагумель. Хагумель. Слово Легмоль, это как бы, ну, давать что-то хорошее, да, Гмуль, Легмоль, чтобы награждать. Хагумель. Так вот, Ашем дал нам вот это вот добро, то, что он нас спас, хотя мы, может быть, этого не достойны. Поэтому написано лихаявим, хаяв, есть понятие патур, есть понятие хаяв, патур, который невиновен, да, он невиновен. А есть понятие хаяв, хаяв, это он, он обязан, он обязан или заплатить что-то кому-то, или принести в жертву барашка, он хаяв, или нужно его побить кнутом. Он хаяв, он сделал какое-то нарушение, он загрешил, теперь он хаяв, нужно за это заплатиться. Так вот, здесь такая ситуация, что мало того, что Ашем нас не изыскивает, то, что мы хаявим, за наши грехи, а он нас еще спасает. Поэтому такая брахань обычная, Агумэль, льхаявим, то вот, он даже нам, грешным, награждает нас чем-то хорошим. Да, Шагмаляне коль-тоф, воздал мне добром. И надо это почувствовать, когда мы говорим, эту браху, мы даже на самом деле почувствуем, не просто сказать, о, баруха, Ашем, льхаят браху, а надо почувствовать, что на самом деле, может быть, мы не достоин, нас из грехи. И тем не менее, Ашем нам гумэль-тоф, да, это такая общая браха сначала, а гумэль льхаявим, то вот, то есть это касается не только меня. Сначала мы говорим, что вообще Ашем, он по своей природе, он гумэль льхаявим, то вот. И теперь я вхожу в эту картину, я тоже оборуду, Ашем часть от всего этого коллектива, от всей этой схемы, да, что Ашем делает хорошо, всем, а гумэль льхаявим, то вот, что гамаляне коль-тоф, что гамаляне, лично мне, гамаль-ли, гамаляне, коль-тоф, что он все мне сделал хорошо, и я говорю, коль-тоф, не только эта ситуация меня спас, а он все равно спасает, мы этого не замечаем, только когда вот уже конкретно была какая-то очень сильная авария, упал самолет, вдруг заметили, уааа, Ашем меня спас, Бурух Ашем, Бурух Ашем. Здесь интересно написано, написано, написано так, что у человека в глазах есть белый цвет и черный цвет, если бы не знали, что человек смотрит зрачками, мы бы могли подумать, что как человек смотрит, наверное, белым, да, спросите, ребенка, как человек видит, глазом, да ну глазом, но есть черный цвет, то есть черный, это же закрыто, там где черный, там не видно, а вот, наверное, там, где зеленые глаза, голубые, там он видит, может быть, опять-таки, мы этого не понимаем, но конечно, не видно зрачками, мы так думаем, потому что мы уже к этому привыкли, но кто сказал, что это так, что это должно быть так, почему мы видим зрачками, то есть на самом деле, если мы вдумываемся, это не совсем, как бы, это странновато, Черный цвет, там ничего нет, там как бы темнота, как будто там не видно. Именно в темноте мы видим, понимаете, как интересно, это называется Ишон. Ишон, зрачок называется Ишон. Слово Иш, слово Еш, вот этот черный зрачок называется Ишон. Ишон. Мы видим именно зрачком, именно темным, черным местом. Так, пишется так, что, ну как бы такое сравнение, что человек, пока у него не будет в глазах темно, пока не дойдет ситуация, когда в жизни ему тяжело, он не увидит. А когда человеку будет в жизни тяжело, когда он попал в темноту, вот тогда, вот тогда он вдруг прозреет. Да и он тогда увидит, он скажет, барху шиихьяну, это бархат шиихьяну, например, она говорится при случае, когда человек выходит из тюрьмы. Человек вышел из тюрьмы, сел в тюрьме, он вышел на свободу, теперь начинает ценить свободу. Ай, он так ждал этот момент, он там сидел год, два, три или больше. И наконец вышел, он так говорит, бархат шиихьяну, вы кейману, вы кейману, ян разманазы. Кэн? Извиняюсь, я перепутал. Он говорит, бирката гумэль, он говорит. Извиняюсь, шиихьяна тоже может сказать, потому что, а кстати, я ошибся, я скажу еще раз, момент очень важный. Человек вышел из тюрьмы, например, он очень этому рад, он хочет как-то это выразить. А какой барху скажет? Скажет бирката гумэль, хорошо, ему это мало, он хочет еще, ну, надо представить, как человек вышел из тюрьмы, он хочет еще обыскать барху. И тогда он может на самом деле взять какой-то новый фрукт, да, например, или купить новую одежду. Он скажет барху шиихьяну, на это новое, и он может иметь в виду вместе с этим, что барху шиихьяну, кроме этого, что купил новую одежду, у меня еще в жизни получилось, что что-то хорошее произошло. Можно это иметь в виду тоже, да, и тогда это как бы, как бы, это ковану тоже в это барху подзоединить. Но по идее написано так, что написано, бархат агумэль говорится на четыре вещи, бирката гумэль, она построена для четырех вещей. Человек вышел из тюрьмы, человек перешел, там, большую-большую пустыню, переплыл море, да, был на самолете, опасность, как бы, да, это тоже такое приключение, тоже сказать, бирката гумэль, тот, кто исцелел, допустим, у меня была операция, у него была операция, вот была операция, это агумэль. В этом случае, кстати, когда была операция, в этом все согласны, надо сказать, бирката гумэль, потому что на самолете, ну, подумаешь, самолет он менее опасный, чем машина, скажем, да, поэтому там то, что перешел море, перешел океан, ну, ладно, вышел из тюрьмы, ну, после этого вышел из тюрьмы, сел два дня, вышел из тюрьмы, да, как бы, может быть, это бирката гумэль, может, человек не скажет, но если человеку сделали операцию, ему, там, поменяли, что-то его в теле, какую-то операцию сложную, тогда точно надо сказать, бирката гумэль, это бирката гумэль, она говорится при миньяне, может быть, миньян, 10 мужчин, включая самого того, кто говорит бирху, лучше, конечно, не просто, 10 мужчин на 10, лучше талмадиха хамим, и обычно, говорится, в синагоге, обычно человек поднимается к торе, теперь женщине трудно, иногда будет, бывает, найти миньян, приходится идти специально в синагогу, есть обычаи в некоторых кругах, что женщина эту бирху вообще не говорит, потому что, можно искать меня, да, то есть, получается, что женщина, как бы, ищет миньян, как бы, светится среди мужчин, это, как бы, не скромно, поэтому некоторые вещи, что женщина, эту бирку может не говорить бирката гумэль, но, с другой стороны, многие говорят об бирху после родов, вроде, при родах женщина находится в ситуации, когда чувствует, что как будто ошим его спас, это бирката гумэль. Давайте вернемся к нашим словам, бирката гумэль. Он сказал это в Миньяне, и теперь весь Миньян ему отвечает, все ему отвечают, Амин, это же была браха, говорит с Амин на барху, и ему так говорят, Еще раз, Амин, и все ему говорят, Вот так ему отвечают, Амин, и ему дают пожелание, какое пожелание? Миши Гмальха Коль Тов, вот тот Ашем, который Гмальха Коль Тов, Он тебя наградил добром, сделал себя добро, У, Игмальха, в будущем, Игмаль, Ют, в начале это будущее время, Игмальха, Ха в конце это тебя, Ата, Ха показывает на тебя, Ата, Ха, Помните данный первый урок, Ата, Ха, 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 Вы видите кого-то смешного и смеетесь, Ата, Ха, 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 У, Игмальха Коль Тов, Села, Он и дальше будет творить тебе добро, Вот такая вот, это не браха, это ответ общины, это не браха, это ответ общины, которое говорится на Биргата Гумель, И мы сказали, что это говорится, допустим, после операции, теперь желательно сказать это как можно быстрее, изначально должно быть сказано в течение 30 дней, если человек не успел в какой-то причине сказать Биргата Гумель в течение 30 дней, то ему разрешается сказать это и потом, но желательно это не откладывать далеко, я знаю, что многих, которые это откладывали, откладывали, и в конце это бархуни сказали, это касается всех бархот, человек купил дом, и все, когда, ну подожди, подожди, едем, давай купим мебель, давай все растаем, чтобы можно гостей пригласить, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, в конце бархот не говорится вообще, да, человек купил что-то нового пиджака, да, надо сказать барху, и вот я одену, я обязательно скажу барху, есть мнение, что он одевал, говорит, при одевании, да, но он одел, потом померил, не, потом еще, короче, время прошло, забылось, он уже не рад этому пиджаку, он и бархане говорится, да, к примеру, то есть эти бархоты лучше все время на месте, и еще, просто очень важно обращать внимание на фрукты, которые мы едим, если фрукт, на самом деле, он с этого рожая, нужно не забыть, как на него бархаши, их яны часто мы забываем, столько много фруктов, бархаши, да, есть и хурма, там, некоторые любят и арбузы, некоторые любят и перцы новые, много-много чего есть вкусного и хорошего, но мы как бы идем в магазин, набираем всего, покупаем, и даже не ориентируемся, что с прошлого года, с этого года, сейчас вообще есть система, что можно фрукты три года спокойно хранить, там что-то у него впрыскивают, он в холодильнике три года, яблоко как новенькое и так далее, вот, много-много-много разных таких вопросов, поэтому опять-таки, эти барахоты как бы стоят в стороне, про них уже забыли, но барахоты эти, я считаю, очень важные, в каком-то плане они важнее, чем наши обычные барахоты, потому что мы все время говорим, это выход редкий, нам добавляет, то, что называется, хают. есть, значит, разные ситуации, близкие, когда мы чувствуем, что Аше нас прямо спасает, ну, например, человек поехал на дачу, там он себе построил дом, такой двухэтажный, красивый, хороший, деревянный, но построил он его на скорую руку, сам причем построил, и в один первый день этот дом обвалился, было землетрясение, кстати, землетрясение, есть бараха, я забыл про это сказать, опять-таки, бараха, осе ма себе решит, да, вся земля трясется, это бараха, осе ма себе решит, ойсе ма себе решит, то есть, когда нас трясет, земля трясется под ногами, в этот момент надо не забыть, что, как бы, это не просто так, что, как будто, есть Творец, он к этому никакого отношения не имеет, ну, земля, пусть она трясется, да, а Шем тут ни при чем. это, это, да, все время, евреи должны быть в голове, мысль, окей, где Ашем, он трясет землю, бараха, осе ма себе решит, но наш друг, ой, на него обрушился весь дом, вот полностью, два этажа на него обухнуло, ну что, он как раз купил новую ванну, стоял около ванны, эта ванна его накрыла, он под ванной оказался, и все эти тонны всего упали прямо на ванну, он сидит под ванной, дом упал, темно, конечно, неудобно, но он целый невредим, поехали трактор, начали разгребать, уже заказали место на кладбище, все знают, что он там находится внутри, его даже уже не собираются искать, раскопали, он под ванной, выходит, ну что так долго меня окопали, я и орел там что-то еще, ну, это же, это был Несс, называется Несс, это Несс, это чудо, да, то есть он чудом уцелел, после этого он скажет про Берката Гумель, если раввины ему разрешат, потому что есть разница, когда человек думает, что ваааа, я шел по улице, на меня упал сверху кирпич, я остался жив, ну упал кирпич, ну что, то есть вопрос, да, может быть это не Берката Гумель, надо всегда посоветоваться с раввином, а если надо, если есть необходимость, говорит Берката Гумель, если да, Берката Гумель, но потом есть еще одна бараха важная, давайте посмотрим, что касается чуда, Барух, ну опять-таки, Барухата Гумель, либо без этого, если мы не уверены, то бараха такая, Барух Шаса Ли Несс Бамаком Азе, если мы оказываемся вместе, где когда-то, с нами произошло чудо, с нами произошло чудо, если нет бараха, мы вспоминаем то, что было, Ашем нас спас, и мы говорим, Барух Шаса Ли Несс, что сделал мне Несс Бамаком Азе, опять Газе, поэтому Бамаком, не Бамаком, Бамаком Азе, то же самое, если это было с моим отцом, с дедом, с моим Равом, есть тоже бараха, Барух Шаса Ли Раби, Му Раву, Несс Бамаком Азе, или Барух Шаса Ля Авутай, ну даже если кто-то один, все равно может сказать Авутай, Несс Бамаком Азе, вот такая важная бараха, опять-таки, что мы просто обращали внимание, на то, как Ашем за нами следит, нас спасает, и творит с нами добро. И с вами был ваш покорный слуга, Арья Цукерман, до новых встреч, бараха вацлаха.